Добрый день! Вы смотрите открытую студию проекта места города. Сегодня у нас в гостях компания УКБанкрот федеральная сеть по банкротству физических и юридических лиц, а именно директор компании он УКБанкрот арбитражный управляющий Екатерина Сапрыкина. УКБанкрот это первая федеральная сеть по банкротству как пришла идея создания такой компании вступление в силу поправок в закон о банкротстве которые позволили банкротиться гражданам то есть я занималась там семейными спорами защиты прав потребителей мне просто как бы стало интересно попробовать себя в этой серии я банкротила одного человека второго третьего и поняла что в принципе для меня как бы это ну достаточно интересно потому что здесь ну помощь людям она наверное везде как бы помощь людям здесь как показала практика рынок просто начал набирать обороты банкротов стало очень много и это просто это направление стало пользоваться большим спросом потом я стала не только юристом и финансовым управляющим то есть как бы весь как бы процесс да под моим контролем сейчас поэтому но достаточно много фирм которые стали приходить в эту сферу с какими самыми распространенными мифами процедуры банкротства вам приходилось сталкиваться во время вашей практики конечно самый распространенный миф сам распространенный который распространяют даже сами юристы что обанкротиться можно при долге от 500 тысяч рублей нет у нас законе написано что человек обязан подать на банкротство если у него долг более 500 тысяч рублей случае если он этого не делать его даже ждет штраф и человек имеет право подать на банкротство если он предвидит что в ближайшее время он не сможет отвечать по долговым обязательствам а своих кредиторов то есть вот в моей практике были должники у кого долг 300 тысяч даже меньше то есть суд без проблем признают таких людей банкротными сколько россиян пользуются процедурой банкротства на данный момент с целью как-то решение своих проблем но вот насколько как по крайней мере пишет интернет да какая статистика что с 1 октября 2015 года с момента вступления закона банкротства в силу банкротами объявили себя по-моему 57 тысяч человек это много или мало вот этого цифра большая или не большая даже погодите я вам даже точно скажу сколько специально себе записала ага да то есть с 1 октября было признано 59 тысяч человек банкротами то есть по статистике на 100 тысяч населения 49 человек можно признать банкротами в принципе я считаю это достаточно много и как показывает практика с каждым там месяцем количество клиентов увеличивается но конечно связано прежде всего с тем что когда закон только приняли очень многие люди ну как-то с боязнью говорили ну как то вот так вот можно подать суд и что вот у меня там было три миллиона долгов я больше ничего не нужно как бы считали что тут одни мошенники все обманывают никогда никто сих пор некоторые как бы так приходят говорят да не может быть такого но тем не менее вот сейчас уже у меня вот клиент там приходит а мне вот там сказали что вот он там мой друг обанкротился там мой родственник обанкротился люди же смотрят друг на друга то есть они видят что это работает соответственно количество ну и плюс как бы в общем мне кажется обстановка в стране то есть конечно имеет место потеря работ то есть закрепить то есть на закредитованность населения то есть люди же как бы тут на эту процедуру если вот кредит когда-то выдавался но человек признал банкротом то есть с него ничего нельзя взять государству ведь это невыгодно и какие подводные камни в таком случае есть есть ли какие-то я поняла как бы да то есть многие говорят ну как то вот ну банк там он же дал кредит он будет бороться свои деньги здесь система такая то что на самом деле но это закон на больше был принятым для граждан а для банков объясню каким образом это работает каждый год центральный банк одобряет каждому банку определенный лимит то есть и этот лимит зависит того сколько должников у банка на балансе чем у него ему больше должны денег тем меньше ему одобрит лимит соответственно банку нужно эту задолженность куда-то списать поэтому если человек банкротится но в любом случае банкротится в основном люди которые уже любом случае они никогда с этим банком не расплавится наш но нету человек уже там не машина не квартир то есть вот он висит этот долг они банк тоже законных оснований иногда не имеет сказать как бы этот долг а тут человек сам пошел списал соответственно и себя освободил и в какой-то степени банк уменьшил вот этот вот плохой показатель соответственно следующий год банку центральный банк больше одобрил процент выдачи кредит то есть как будто ну вот так эта схема работает механизм понятен как узнать есть ли у человека некие противопоказания для списания долга может ли он допустим признается банкротом ну как таковых противопоказаний нет есть как бы различные ситуации когда к нам человек приходит на консультацию то есть мы например выясняем если у него имущество да то есть например если человек с долгом 500 тысяч рублей на у него там есть две машины по миллион и конечно мы ему такую процедуру не рекомендуем потому что он долг то он этот спешит но он потеряет как бы автомобиль да то есть автомобиль будет проданы и то есть этот долг будет списана из вот из этого а так в законе что как у нас написано что не списываются долги по элементам то есть здесь как бы можно на эту процедуру не рассчитывать не списывается субсидиарной ответственность это когда долг перешел директору от компании и вот то есть такая такие долги тоже не спешатся не спешатся долги по к нам по экономическим преступлениям то есть мошенничество вот здесь тоже как а вот такие обычные это кредиты жкх долги перед физлицами то есть это все списывается если человек заблаговременно перед процедурой допустим переоформляя свое имущество на кого-то другого то есть прокатит ли такая схема или это все прозрачно на самом деле это тоже достаточно индивидуально но вот если но на законе да написано что могут быть оспорены сделки за последние три года но там конечно все так сложно написано если сказать простым языком то принципе на практике возможно оспорить сделки между близкими родственниками и безвозмездные сделки да то есть когда вот видно что человек подарил там своему сыну там брату жене если сделка по рыночной цене ну то есть опять же группе еще рыночная цена что было если человек продает просто машин по рыночной цене то постороннему человеку даже грубо говоря за год до банкротства такую сделку вот ну очень тяжело очень тяжело оспорить то есть но это индивидуально прям нужно приходить как бы смотреть за сколько продал когда продал кому продал и уже по итогам говорит что вот есть определенный риск или его нету как определить стоит ли продавать на банкротство как вы рекомендуете проводить от этого аналитику здесь тоже на самом деле внутренних налетик тут наверно не проведешь здесь вот когда человек уже сам понял что вот знаете у меня есть клиент которых там миллионы висят но их никто не трогает и не звонят такой бывает и не звонят банки особенно по старым долгам им уже их уже про них забыли приставы им не нужно ехать там за границу они хотят отдыхать если они живут как бы им это банкрот собственно говоря не что они банкрот что не банкрот они ничего в жизни меняется есть наоборот категория людей которые там долг там сто двести триста тысяч но за эти там несколько сотен и их просто коллектор и сотрудники службы безопасности из них душу вынимает это постоянные угрозы там постоянные звонки вплоть там такие вот разговоры там продайте почку сейчас мы там ребенку у тебя увезем там это украдем плюс приставы тоже начинают ездить там ходить по соседям то есть это ну очень очень неприятно поэтому когда человек уже думать что же мне делать вот он уже приходит на консультацию рассказывает свою ситуацию и мы уже говорим вот как вариант да то есть можно попробовать обанкротиться то есть если человеком все устраивает то как бы да он говорит и в принципе после процедуры от всего этого избавляется и продолжает жить спокойной жизни для юрлица в каких случаях выгоднее пойти на банкротство да то же самое то есть когда необходимо списание долга вот то есть здесь как бы когда выгодно когда вот есть долг и нужно от него избавиться расскажите о самых масштабных случаях когда процедура банкротства стала просто спасением для ваших клиентов на самом деле здесь сложно выделить какой-то случай то есть каждом случае наверное в каждом случае дать как бы спасение но как бы можно например там два случая в одном случае масштабность она заключается заключался от у нас сумме сумма долга составляла 30 миллионов рублей то есть там человек бывший предприниматель но принципе как бы вот это тот случай когда человек никто уже не трогал его не звонили приставу нее не было никакого имущества и собственно говоря у него даже был открыт вызов конец ноут он просто пришел сказал что вот ну вот как-то вот нам тяготит меня что там вот я должен как бы давайте их спишем и вот это как бы первый случай а второй случай когда наоборот женщина пришла с минимальным долгом в размере 140 тысяч рублей но весь этот долг сформировался из займов микрофинансовых организаций но у нас если мы те люди которые обращались в инфу они знают что там просто огромный процент что как бы сегодня там человек должен 10 тысяч а там через пару месяцев он уже дом должен 50 вот соответственно вот непосредственно эта клиентки у него было наверное 14 микрофинансовых организаций то есть ее уже все там звонили на работу звонили начальник начальнику естественно это неприятно то есть угрожали вот и она приняла для себя то есть для него вот это было очень как бы сложно очень критически то есть ее прям разрывать как по частям то есть она приняла решение объявить себя банкротами соответственно наверно в августе по-моему нее процедура завершилось как бы принципе она потратила на банкротство ту же самую сумму Но отличие в том, что вот эти 140 тысяч, с которыми она пришла, они каждый день увеличивались, увеличились, увеличились. То есть она в любом случае не могла, то есть не было у него 140 тысяч, чтобы сейчас пойти и по всем микрофинансовым организациям отнести. К нам же она пришла, да, она тоже, в принципе, она дала ту же самую сумму, но она была фиксированная, у нее была рассрочка по 10 тысяч в месяц. То есть она заплатила спокойно в течение года и избавилась от всех вот этих своих проблем. Как происходит процедура банкротства? Какие этапы она в себя включает? Ну, значит, процедура банкротства включает в себя две процедуры. Процедуру реструктуризации и процедуру реализации. Я вот как бы сначала начну, как вообще все, с начала до конца. Значит, сначала подается определенный пакет документов в арбитражный суд. Суд принимает, в течение пяти дней выносит это решение, назначает дату судебного заседания. Примерно через два месяца, значит, проходит первое судебное заседание, где заявление должника признается обоснованным. И вводится одна из процедур или реструктуризация, или реализация. Значит, реализация, будем говорить, упрощенный вариант. То есть суд признает заявление обоснованным, вводит реализацию на шесть месяцев. Чаще всего сразу реализация вводится с пенсионерам, матерям-одиночкам, людям с ограниченными возможностями. Что это за процедура? В течение шести месяцев, значит, сразу назначается финансовый управляющий, который в течение шести месяцев проверяет финансовое положение должника. То есть направляются запросы в различные органы, выявляется имущество должника. То есть, например, если у должника там где-то выявлена машина, земельный участок, в течение этих шести месяцев происходит реализация этого имущества, после чего происходит расчет с кредиторами. Ну, грубо говоря, там у человека долг миллион, у него там есть земельный участок за 300 тысяч, земельный участок продается, и эти 300 тысяч распределяются пропорционально между этими кредиторами. После чего составляется отчет о том, что, грубо говоря, произведена реализация. Или бывает такое, чаще всего бывает такое, что у должника ничего нет, просто как бы пишется в отчете, что у должника никакого имущества не выявлено. После чего суд знакомится с документами и выносит решение о признании должника банкротом и освобождении долговых обязательств. Это, грубо говоря, там упрощенная процедура. Часто суд перед реализацией назначает реструктуризацию на шесть месяцев. Эта процедура назначается для того, чтобы должник мог бы утвердить какой-либо план реструктуризации. Часто просто бывает такая ситуация, что у, например, должника есть имущество, которое бы он не хотел реализовать. Есть, в принципе, хорошая зарплата. И он, собственно говоря, мог бы расплатиться своими кредиторами за три месяца, за три года. То есть у нас один такой случай был, когда мы ввели человеку реструктуризацию на три года. Составляется план, в соответствии с которым определяются платежи. Проценты, они замораживаются, которые банковские. Там процент в размере ставки рефинансирования только начисляется. Но если вдруг должнику нецелесообразен этот план, у него нет имущества никакого, которое бы он хотел. То есть он хочет просто перейти сразу в реализацию через шесть месяцев. То есть план тогда мы никакой не составляем. Представляется также по истечении шести месяцев суду отчет, где прописано, что план реструктуризации утвердить не представился возможным. Прошу перейти в процедуру реализации. После этого суд переходит в процедуру реализации, про которую я уже рассказывала, где происходит реализация имущества. А на какие сроки вообще образно рассчитывать перед тем, как идти на банкротство? Вот смотрите, вообще на самом деле практика в России достаточно разная. В Москве там примерно месяц. То есть везде как бы по-разному. Потом, значит, вот если у нас сразу реализация, то реализация, ну, как правило, она всегда на шесть месяцев. Редко ее там на четыре, на пять месяцев назначают. То есть вот здесь уже можно там закладывать два месяца от момента подачи до момента рассмотрения и плюс шесть месяцев на реализацию. То есть вот восемь месяцев. Это я как бы по максимуму говорю, именно по городу Иваново. Если же еще дополнительная реструктуризация, то есть мы прибавляем еще шесть месяцев. То есть получается год и два. Вот как бы, ну, это вот максимальный срок. Иногда реализация меньше, иногда реструктуризация меньше. Вот, то есть, ну, вот в среднем это от восьми месяцев, если сразу реализация, и до года и двух, если еще реструктуризация. На это время, если мы не берем реструктуризацию, замораживаются проценты, то есть не капают. Вообще, вот как человек подал заявление, как его признали обоснованным, больше никакие проценты не капают. В интернете разрастает пункт, что развелось множество фирм, которые занимаются данной процедурой, но кроме обещаний ничего не происходит. И по истечении времени человек остается со своей проблемой, плюс еще увеличивается его долг. Как определить, что компания машинник, и к ним лучше не обращаться? Да, к сожалению, сейчас много стало таких фирм, да, то есть даже вот у меня, как бы, приходили люди, которые говорили, вот, заплатили деньги и остались без всего. Ну, здесь, как бы, как определить, наверное, достаточно сложно, потому что люди, которые этим занимаются, у них, как бы, уже, ну, достаточно, может быть, большой теоретический опыт, они там знают, как что сказать, то есть они больше, наверное, продажники и знают, как вот продать, навязать и уговорить человека. Вот, здесь, наверное, больше рекомендации, как правильно выбрать. Сейчас, вот я, например, обратила внимание, много фирм, которые дистанционно стали заниматься, то есть вот компания, у них там офисы где-нибудь там в Челябинске, там в Норильске, они вот просто по телефону обзванивают клиентов, говорят, вот пришлите нам документы, мы вот вам все сделаем, как бы, ну, я бы на самом деле с опасением, ну, как будто не видя человека, да, то есть не видя его офиса, я бы, ну, как бы, боялась, хотя вот у меня даже такие клиенты были, вот у кого там родственники таким образом обанкротились и вроде как бы все хорошо. Это вот, наверное, первый момент. Потом, если вы вот пришли все-таки в офис, да, как бы, как, ну, как бы, как гарантия, что все у вас будет хорошо. Ну, конечно, первым делом это, наверное, отзывы. Ну, как бы, конечно, сейчас многие в интернете как бы отзывы, да, там пишут. Посмотреть, попросить решение суда, как бы, да, чтобы вот прямо вот покажите решение суда. Опять же, могут вам решение суда там распечатать кого-то другого там, но поэтому обращайте внимание, что представители, вот как бы вот вы пришли к человеку, чтобы вот именно он был представителем вот в этом судебном отделе, это первое. Плюс, наверное, самое важное, это пообщаться непосредственно с финансовым управляющим, который будет проводить процедуру, потому что все-таки самое главное лицо, от кого будет зависеть результат, это не юрист, к которому вы придете, это все-таки финансовый управляющий, потому что основную эту работу проводит он. Попросить контакт финансового управляющего, да, то есть все-таки просить встретиться с ним, потому что он, вот этот финансовый управляющий, он знает гораздо больше из своей практики, чем тот юрист, который вам будет продавать вот эту услугу. Вот, ну, конечно, это, говорю, наверное, спросить у своих знакомых, да, потому что сейчас уже много людей, которые банкротятся, спросить у своих знакомых, может быть, они вам кого-то знакомых посоветуют, да, там, кто занимается банкротством. Вот, так, конечно, да, сейчас большое количество, плюс, конечно, договор обязательно. Сейчас у нас просто, как бы, вот я даже по своим клиентам замечаю, они подписывают договора, вот со мной, они просто их не считают. И, как бы, мне постановится понятно, каким же, каким образом они вот попали в эту кризисную кабала, потому что многие клиенты, которые ко мне приходят, я говорю, а у вас какой процент в кризисном договоре? А я не знаю. То есть, вот, как бы, у людей, как бы, вот, которые, вот, должники, у них есть, наверное, еще нарваться и на таких мошенников, потому что они просто, вот, по своей сути, они вот не считают вот эти договоры. О договорах может быть много там, что у них никакой ответственности у тех людей, которые у вас взяли деньги, то есть ничего. То есть желательно, чтобы в договоре было, ну, много вот ко мне приходят, как бы, спрашивают, какая гарантия, как бы, как гарантия, то есть я предлагаю прямо в договоре прописать людям, что если их не признают банкротом по моей вине, да, то есть, то, значит, я верну им деньги за свои услуги. Вот, то есть вот все-таки, наверное, это вот самая основная гарантия должна быть. Так, потому что, как у нас считают, что юристы гарантии не дают. На какие-то пункты нужно обратить особое внимание, потому что договор это достаточно массивный документ. Может быть, есть какие-то пункты, где чаще всего закрадывают вот такие пункты со звездочкой? Ну, вот, наверное, все-таки обратить внимание на пункт, что был такой пункт, что в случае, ну, ответственности, ответственности сторон, вот какую несет сторона, которая вам... Потому что, знаете, вот сейчас-то бывает такое, что, например, вот сидит вот этот юрист, да, то есть, да, он даже ни с каким финансовым управляющим не сотрудничает. Возможно, такая ситуация, что да, то есть он подготовит вам заявление в суд, и он его подаст, а вы останетесь без финансового управляющего, то есть, чтобы это было прописано, что вот он за эти деньги, что он готов вам сделать, то есть, что он готовит заявление, что он представляет на протяжении всего процесса интерес в суде, что он представляет вам финансового управляющего, то есть, это как бы тоже немаловажно. Вот, а то бывает такое, что документы готовы, поданы в суд, а потом финансового управляющего такового нет, потому что, ну, там, по объективным причинам, то есть, такое тоже обязательно, вот как бы, чтобы вот все это было, что обязательно, чтобы, самое главное, чтобы был назначен финансовый управляющий. Какие преимущества получают те, кто обращаются за данной процедурой именно в вашу фирму «Окбанкрот»? Ну вот именно в моем случае преимущество какое? Наверное, это одна из самых низких цен. Вообще, у нас филиалы не только в Иваново, там Москва, насколько я знаю, по всей России. Москва, Нижний Новгород, Ярославль, наверное, это одни из самых низких цен. То есть у нас принцип, что пусть у нас больше будет клиентов по более низким ценам, но их будет больше. И плюс преимущество – это в рассрочке, то есть это не полностью, там вся цена, то есть рассрочка тоже очень лояльная. Плюс в договоре мы также прописываем, что в случае, если долг человека не будет списан, то мы возвращаем ему деньги, проводим экономико-правую экспертизу, что если мы не та фирма, которая, наверное, гонится за какой-то бешеной прибылью, для нас, наверное, это все-таки главная репутация и домойный клиент. Очень много фирм берутся вообще за всех подряд. То есть неважно, там есть сделки споримые, потеряет что-то человек, то есть вот они заключили договор, все, как бы, что там дальше, вот и неважно. Мы не беремся, как бы, за человека, если у него какие-то, вот, прямо риски, что не списание долга, потому что нам дорога наша репутация. Вы его предупреждаете на старте, что, скорее всего, будет отказ. Да, ну, не отказ, как бы, не отказ, ну, что у него, там, возможно, он, там, потеряет имущество, да, то есть риск есть, например, если он представил, там, какие-то левые справки 2НДФЛ, да, что вот мы об этом его тоже предупреждаем, что, может быть, ну, есть риск, что не списание долга, да, то есть как бы мы с таких клиентов, то есть не беремся. Вы есть в соцсетях, какой полезный контент в ваших сообществах можно найти для себя? Ну, периодически, вот я, да, например, выкладываю решение судов, чтобы люди, как бы, видели, что действительно, как бы, ну, функционируем, да, то есть не то, что там просто есть в соцсети и просто себе рассказываем, то есть практику выкладываем, да, ну, может, просто кому-то действительно будет интересно. Ну, а так, как бы, время от времени выкладываю новости, именно изменения законодательства, то есть вот какие у нас происходят относительно банкротства, практику юридическую, какие-то постановления судов по этой теме, то есть вот какие-то новости новые, вот, относительно банкротства, вот это все можно прочитать в наших страницах. Какие специальные условия, гарантии у вас есть для клиентов? Ну, вот, собственно, как бы, то, что я сказала, это гарантия в отряде денег, в случае, если человек не будет признан банкротом, и обязательно рассрочка платежа, вот, то есть не полностью вся сумма сразу, определенная рассрочка. Ваш слоган «Банкротство – это не проблема, а средство решения». Назовите пять ключевых причин, почему за решением такой проблемы стоит прийти именно в компанию ОК «Банкрот». Ну, первое, наверное, это клиентоориентированность, то есть и менеджер, который у нас работает, ну, и непосредственно я, как финансово управляющий директор фирмы, да, то есть мы на связи в любое время, ну, почти суток, бывает то, что, да, прям люди и поздно вечером звонят, и рано утром. Иногда, как бы, да, в рабочее время, вот, ну, я непосредственно, там, может клиент обижаться, но я не всегда, конечно, могу ответить, потому что там в судах там часто, да, то есть, ну, люди, конечно, с пониманием это относятся, а то есть так, как бы, всегда на любой вопрос, всегда как-то, может быть, часто бывает ситуация, когда мы заключаем договор, там, с определенной рассрочкой, там, в определенный месяц, там, человек приходит, ну, всякое у людей бывает, особенно, тем более, ну, люди банкроты, как бы, да, приходят, говорят, ну, вот, Екатерина Александровна, ну, вот, никак в этом месяце не могу. Я, конечно же, у нас есть, конечно, в договоре прописано, как бы, что вот там клиент, там, ну, это вот прям для совсем наглых клиентов, которые вот просто пропали все, не спросили можно ли там бы отсрочить плачу тишь нельзя да вот а так основном как бы клиент позвонил спросил можно вот в этом месяце как бы я там или меньше заплачу или вообще не заплачу стараемся входить ситуацию иногда даже какие-то обязательные платежи вот процедуре банкротства есть публикации там все что то как бы честный прям почти всегда плачу из своего кармана как бы откладывали меди платеж человек просто потом не приносит ну просто стараюсь войти в положении вот второе конечно это одна из самых низких цен в городе третье это предоставление рассрочки ну и наверное как бы самое главное что с клиентами работают не просто как бы там менеджер продажу как потом многих фирмах там просто подкрывались менеджеров по продажу нашли от сами там где-то находится головной офис там в норильске там хантамансийский да то есть и человек то придя на консультацию не может поговорить там не с юристами с арбитражным управляющим потому что они там где-то далеко-далеко вот человек менеджер по продажам но вот у него есть общее знание про если об kinds у там не ходят он не знает практики в нашей фирме дака б мы работаем непосредственно юрист непосредственно я финансово управляющих кто именно работает вот конкретность человеком отись и непосредственным заключаем договор то есть человек и непосредственно видит людей кто будет вести операции И вот это как бы немаловажный фактор, я тоже считаю. Сегодня у нас в гостях была компания ОК Иванова, федеральная сеть по банкротству физических и юридических лиц. А именно директор компании ОК Банкрот, арбитражный управляющий Екатерина Сапрыкина. Выбирайте профессионалов и всего вам доброго. До новых встреч!